Глава комитета Бундестага по энергетике Эрнст огорчен. Цитата Шольц сам сказал, санкции не должны затронуть Европу сильнее, чем российское государство. За это время ЕС ввел 7 санкционных пакетов и Газпром получил рекордные прибыли. Одновременно нам самим грозит волна банкротств. Ну и в целом ФРГ вообще не скучно и уже предсказывается сотня двухсотых в случае повсеместного отключения электричества. В первые девяносто шесть часов в отдельно взятом районе сыграют в ящик более четырехсот человек по причине начавшегося хаоса. Согласно прогнозу, через два часа перестанут работать охранные и пожарные сигнализации. Через восемь средства связи аварийных служб, через сутки очистные сооружения. Население также останется без мобильной связи, интернета и бензина. А в течение четырех суток территорию охватят грабежи и пожары, что нанесет району ущерб порядка двухсот миллионов евро. Такой сценарий рассмотрели в публикации издания Frankfurter Allgemeine Sendung товарищи на примере района Оренгаутаунас на федеральной земле Гессен. Уже не так смешно, правда, Олаф Шольц? Но и это не предел. Подготовьтесь к тому, что зимой будет постоянно отключаться электричество. Недавно предупредил сограждан председатель Баварского отделения Христианского демократического союза Германии Марко Зедер. И тут же ФРГ взлетело число краш-дров. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через несколько секунд. Дорогие друзья, вот и закончилось долгое, но интересное, не поспоришь, лето 2022 года. Причем ваша поддержка нашего канала позволила нам спокойно освещать самые важные события, которых, как вы уже догадываетесь, теперь с каждым градусом похолодания будет лишь больше. Поэтому мы надеемся на вас, как и прежде. Номер карты Сбербанка вы найдете в описании к этому ролику 50-100. Сколько вам душа подскажет рублей, действительно очень много значит для нас. А мы, в свою очередь, торжественно клянемся рассказывать вам самое новое, самое интересное и с нашим, как вы сами пишете, неповторимым стилем, каждый день вместе победим. Итак, шведское издание со сложным названием опубликовало документ, свидетельствующий о секретных планах США по сокрушению экономики Европы с помощью конфликта с Россией и спровоцировано им энергетического кризиса. По мнению авторов доклада, в результате европейская экономика неизбежно рухнет, а США смогут использовать отток капитала в объеме до 9 триллионов долларов в свою пользу. Прекращение поставок из России может привести к систематическому кризису, который будет разрушительным для экономики Германии и косвенно для Европейского Союза в целом, говорится в документе. Согласитесь, когда на кону стоят такие деньги, уже не кажется каким-то странным поведением Аналины Бербак из Германии, которая мол чихать на мнение ее немецких избирателей, или Орслой фон дер Ляйн, которая призывает отправлять лютые счета за электричество Путину. И вот правда, в которой бесполезный раз на сцену выходит депутат левой партии Сара Вагенкнехт, и в интервью телеканала Вэльт заявляет, антироссийские санкции наносят огромный ущерб Германии и Европе, они угрожают многим людям, нищетой несут угрозу европейской промышленности и экономике. Еще цитата. Сейчас, по прошествии доброго полугодия, мы видим, что эти санкции в первую очередь наносят огромный ущерб Германии и Европе, что они угрожают многим людям, нищетой, что они несут угрозу также нашей промышленности, нашей экономике. Предсказывается волна банкротств, экономические эксперты прогнозируют возможную деиндустриализацию Германии. Однако, в свою очередь, главы ведомств по европейским делам ФРГ, Франция и Польша объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком Министерстве иностранных дел. И это точно не конец истории.